google и телеграм всем доброе утро дорогие друзья и шавуатов всем шавуатов продолжаем изучать тору у нас есть прямая трансляция в телеграме прямая трансляция в фейсбуке отлично и всем очень удобно хорошо удобно делиться в телеграме появится кстати внизу вы видите наверное видите ссылочки нет не видно почему-то ссылки должны были быть видны но их почему-то не видно прям эфир ссылки должны были быть видны на телеграм значит у нас есть телеграм-канал и в нем потом появляется после урока очень удобно появляется аудио аудиозапись урока можно слушать потом делиться и так далее сегодня у нас 8 луля 8 число месяца элуль или 4 сентября 2022 года и мы продолжаем изучать тору значит находимся мы в месяце прекрасном месяце элуль последний месяц перед рожешина перед началом нового цикла нового года мы все верим надеемся молимся что это будет классный цикл новый цикл что закончится самый тяжелый год это был тяжелый год как поет слепаков и это реально был тяжелый год для нас всех но мы надеемся что следующий год всевышний скажет уже все хватит значит вы уже все значит все кто надо все поняли исправились осознали вот вам легкий год посмотрим как вы будете за него благодарить хорошо значит книга которую мы изучаем первая книга это а йом-йом и в ней сегодня рассказывается про рэба цемах цедака он перечислил три вещи в заслугу которых он добился успеха на собрании раввина в петербурге в 1843 году значит какие же это три вещи здесь одна из них упомянута одна из них упомянута значит чтобы нам было понятно 1843 год в бывшем совет бывшем советском союзе в российской империи значит еврестий народ жила где-то 2-3 миллиона евреев и 2-3 миллиона евреев они жили за черту оседлости то есть им нельзя было жить больших городах они жили себе в каких-то там местечках им запрещено было учиться в получать образование так далее то есть не живет эти как как сказать граждане второго сорта как как негры до в америке вот так были евреи но их нельзя было покупать продавать как например крепостных кстати интересно что 1843 год это еще не было отменено крепостное право 1865 году было отменено крепостное право то есть в российской империи в 90 миллионов человек насколько я помню ну в общем 90 процентов населения того времени они были крепостные они были просто бесправны даже сами же русские крестьяне были бесправны и евреи были еще больше бесправны и вот в петербурге значит собрались собрались государственные мужики во времени говорят евреев надо значит сделать христианами ну они не хотят они говорят нет мы умрем убивайте но мы не станем значит тогда давайте их сделаем заставим их учить русский язык хотя бы пускай если научим русский язык в армию забирали на 25 лет там и так далее то есть пытались все время их как бы интегрировать интегрировать сделать крепостными то есть были они евреи а хотели сделать крепостными но они не соглашались вот на одно из таких собраний приехал рэбэ цемакцедок это был второй любая честерэбэ третий любая честерэбэ вот основание и значит он приехал и он что-то там он его в тюрьму садили он выступал что евреи должны просто оставьте еврея в покое пусть учат тору живут себе как живут ждут машеха значит вот осталось то совсем немного 120 лет там 110 лет до появления государства израиль он говорит через скоро вот евреи вернуться ему говорят куда евреи вернуться он говорит вернуться в израиль вернуться придет маша будет третий храм ему говорят нет никуда они не вернутся они здесь живут они должны стать гражданами а такими же как все он говорит нет говорит и очень он с ними боролся 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 и вот он выиграл там в один из своих битв до таких вот битв юридических он выиграл и говорит а почему выиграл потому что я 32 тысячи часов потратил на упорное изучение трудов альтера рэбэ первого любавишеского рэбэ в течение 30 лет 32 тысячи часов я потратил на изучение его трудов и у него был регулярный урок по изучению толкования альтера рэбэ и он говорит из-за этого из-за этого я казалось бы там безвыходной ситуации победил я когда это прочитал я очень обрадовался потому что мы с вами например да вот ваикра казалось бы платформа ваикра вот сейчас я провожу урок мы сидим учимся там 100 человек в эфире значит 17 в телеграме 96 в фейсбуке больше 100 человек в эфире сейчас и мы учимся 20 минут например сколько это 20 минут умножить на 100 человек на 10 человек это 200 минут на 100 человек это 2000 минут 2000 минут это 300 часов 2000 минут это 30 часов 30 на 60 до 30 часов то есть мы получается этот урок у нас будет 30 часов изучения торы если сейчас еще потянутся люди будет не 30 то есть день целый день мы как будто бы мы проучились день да а в месяц у нас получается 50 тысяч часов изучения торы а рэбэ цем акценток он за 30 лет выучил сколько 32 тысячи часов получается что мы за месяц делаем такую огромное количество духовной работы духовной энергии и пользы что силы этого хватит на на очень много изменений в мире понятно да плюс потом еще посмотрим то есть месяц у нас получается 50 тысяч часов изучения торы это огромная сила и вот рэбэ цем акценток он говорил что я там выиграл в одном каком-то очень серьезном суде потому что у меня была заслуга 32 тысячи часов а у нас каждый месяц есть заслуга 50000 часов а что мы просим у всевышнего чтобы наступил мир быстрее мир и чтобы закончилась война чтобы опять люди могли спокойно жить работать ездить жениться любить друг друга работать все хотят хорошей свободной спокойной жизни и мы молимся чтобы этот момент быстрее наступил ну и конечно мы молимся что пришел на шеях конечно мы заслугу уроков торы каждый вот сколько учит свои торы он говорит что всевышний пожалуйста сделай так чтобы чтобы я там у кого кому надо выздороветь кому жениться кому нужно то кому это то есть мы кому нужно передать часть своей вот этой вот заслуги в уроках торы своим умершим родственникам которые не успели хорошо поучиться то есть мы стараемся то есть мы видим какая большая ценность у нас есть и сегодняшний урок теперь обретение обретение неба на земле не 32 тысячи часов мы за месяц вырабатываем все уроки на воикре дают 50 тысяч часов в месяц всех лекторов всех авторов все 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 вместе просмотренные часы этих уроков 50 тысяч 50 тысяч часов в месяц это все вместе в ютюбе в фейсбуке в телеграме все вместе то есть это огромная огромная сила платформа воикра дальше обретение неба на земле вторая книга нам рассказывает как здесь получить рай и вот давайте послушаем очень интересно сегодня урок прям начинается он словами очень непонятные представьте значит говорит эта книга нам нет не подавайте милостыню не давайте дзаку как не давайте дзаку мы все время учили какая невероятно мощная заповедь когда ты помогаешь другому деньгами когда ты выдаешь ему кушать и так как это не давайте дзаку объяснение давать милостыню значит раздавать свои деньги быть добрым но кто вам сказал что эти деньги ваши эти деньги доверены вам чтобы вы тратили их на добрые дела и на те кто нуждается пересмотрите свои оценки делайте не то что приятно а то что верно передайте деньги туда где они должны быть это мы называем знака то есть нам дается такая глубина в этом действии да то есть обычный человек он ничего никому не дает потом он понимает силу сдать и и он берет монетку и становится ангелом передавая эти деньги кому-то он как ангел всевышнего он ангел всевышнего и он на дело доброе дело кому-то он в этот момент соединяется со всевышним но если он в этот момент он говорит себе вот это я ангел вот это я ангел если говорить себе я я вот только хочу помогать вот там где я чувствую себя добрым и это не работает нам эта книга говорит нет ты если ты ангел так ты выполняешь волю всевышнего и ты передаешь деньги которые принадлежат тому кому ты их передаешь поэтому ты не должен думать в этот момент о себе нравится не нравится и так далее ты в этот момент чем больше ты сольешься с этой заповедью чем больше ты выполнишь ее правильно да как как всевышний как заповедал тот который который вообще нам все это установил бог в этот момент это лучше то есть не давать сдаку а а что значит дело не то что приятно то что верно следующая идея еще более радикально не молитесь как не молитесь вообще как как-то так сказать не молитесь объяснение молиться значит полагать что существует два бытия и одно просит что-то у другого что есть я есть бог и я прошу у бога отдая мне то что мне не хватает или то что я хочу вместо того чтобы молиться соединитесь станьте единым целым с вашим создателем тогда божественная энергия пройдет через вас и через ваш мир исцеляя больных неся благословение это мы называем молитва давайте разберемся как это как-то работает вот человек он на живет в каком-то состоянии у него есть что-то чего-то у него нет и если он молится он просит у всевышнего он говорит есть я есть ты дай мне что-то он говорит так не надо делать автор книги а как надо делать что есть только всевышний этот всевышний он действует через меня и он создает меня создает мои мысли создает то что дальше должно прийти и если я молюсь чтобы что-то произошло то я как будто бы это все желание соединяя в себе ну как бы я вижу что то что я хочу чтобы оно произошло я понимаю что вся вы вся вот эта вот картина и я и моя молитва и то что есть и то что я хочу чтобы было все это как один поток всевышнего до божественного света и тогда это называется молитва то есть ты когда в своей просьбе ты соединяешься с со всевышним да ну вот как то так мне кажется иметь ввиду этот этот автор этой книги что главное чтобы не не относиться что есть я есть всевышний нет есть только всевышний есть некая реальность в которой я своими мыслями как бы могу или отделиться от севышнего и ли я же своими мыслями могу соединиться со всевышним я могу уходить и я могу не хотеть то есть как только ты осознаешь что все это некая как сказать, искусственная реальность, да, что настоящая реальность это только Всевышний. В этот момент ты соединяешься, прям он пишет тогда божественная энергия пройдет через вас и через ваш мир исцеляя больных, неся благословения ну такая очень глубокая радикальная такая идея третья идея, да, не давайте закон говорить, не молитесь и третья, не раскаивайтесь говорит, не раскаивайтесь опять он объясняет раскаяние означает, что вы перестаете быть плохим, становитесь хорошим. Он говорит ну ваша суть хороша всегда плохое только то, что снаружи поэтому вместо того, чтобы каяться вернитесь, вернитесь к своей сути, к тому, что что по праву принадлежит вам это мы называем дшуа то есть здесь он тоже дает нам глубину такую в процессе раскаяния, да, как уже дал в молитве и в дате что человек, который раскаивается, да, он говорит я поступил плохо или он может сказать нет, это не я поступил плохо это я настоящий, я хороший то есть у меня куда-то знаете, есть в Талмуде очень хорошее выражение что человек грешит только если в него вселился руах штут дух дух сумасшествия и человек грешит в этот момент то есть вопрос кто я с кем ты себя отождествляешь если я это это чистая светлая душа которая никак не может она запачкаться и я иногда в меня вселялся какой-то дух ошибка глупость и я делал что-то не то то я как я возвращаюсь от себя настоящего а тот я, который это делал это не я это не я это кто? не я все это не я понятно, да? ну это же человеку любому понятно потому что иногда бывает вот этот внутренний диалог вот я иногда себе когда-то помню раньше говорил как ты мог так поступить? да, я сам себе говорил потом думал кто это кому говорит? кто это я? и кто это ты? и кто это говорит? то есть понятно, да, идея? у человека есть некие наносные слои которые он привык так как все у него мысли в его голове происходят и он их конкретно не осознает он привык весь этот внутренний диалог называть собой но по факту внутренний диалог многие из я хочу я думаю и так далее это все не он это внешние слои а внутри есть только любовь ко Всевышнему все понятно, да? хорошо теперь дальше это то, что мы сегодня так две эти книги они нам дают очень полезные разные взгляды на вещи и значит недельная глава недельная глава сегодняшняя называется Киты цели Милхама когда ты выйдешь на войну Алёйвеха на врагов твоих Венасано Ашамалакеха Беадеха Вешавита Шевьё и даст Бог Всесильный твой их в твою руку Вешавита Шевьё и значит возьмешь ты в плен пленных тоже интересно что вот из языка Торы возьмешь в плен пленных Тора часто использует этот такой вот язык возьмешь в плен пленных или когда написано сделай ограду на крыше дома чтобы не упал упавший то есть и идет такое объяснение что то, что он должен быть пленным это уже решено то есть ты уже возьмешь в плен пленного то есть это для нас есть вот это раньше позже а для Всевышнего все является одновременно да и тот кто попадет в плен он уже сейчас плен он еще пока не плен он не знает что он будет пленом но он уже пленный потому что в момент когда ты его взял в плен это доказало что он уже был пленный даже какое-то время до этого когда ты еще вышел на Милхаму уже это было понятно дальше из этого простого отрывка понятно что что победа в войне она от Всевышнего когда ты выйдешь на Милхаму выходишь на войну ты на твоих врагов и даст Бог Всесильный твой в твою руку то есть победа на войне она идет от Всевышнего и мы видим очень много раз в истории что маленькие иногда маленькие очень армии такие как например Маковеи это было Маковеи когда они воевали против греков они победили например были очень много разных было войн то есть Израиль когда нападали шестидневная война это чудо в Израиле все войны кстати интересно что израильские войны не изучают в военных академиях потому что чудеса не изучают то есть вот те войны которые были в Израиле это просто было конкретно чудеса как от того что когда Ирак бомбил Израиль скадами скады пятиметровые ракеты с 200 килограмм взрывчатки 39 скадов один был погибший от страха он в туалете сидел когда ракета где-то упала и он от страха умер да все а так ни одного убитого можете себе представить 39 скадов ракет шестидневная война закончили войну за 6 дней война Йом-Кипур судного дня тоже кстати и начало войны значит даже посмотрите даже сами названия шестидневная война шесть дней Бог творил землю на седьмой за 6 дней просто дошли до Каира и до Дамаска война Йом-Кипура напали в Йом-Кипур судный день напали все страны одновременно арабы все напали все армии все напали все оп за 2 недели война закончилась Израиль победил то же самое Советский Союз сказал что если вы дальше продолжите они опять же дошли до Дамаска и до до Каира значит Советский Союз сказал если вы продолжите мы вступаем в войну и война остановилась значит вот все это в этом отрывке что Бог даст твоих врагов твою руку и возьмешь ты пленных значит и увидишь ты в пленных женщину прекрасного вида Яфат Туар здесь мы видим Туар это Астатию то есть очень мужчины на это реагировали всегда особенно война адреналин все и тут он увидел среди пленных женщина красивая Туар Туар это стать такая и ты ее захочешь и возьмешь ты ее себе в жены значит почему Всевышний разрешил это сделать ведь это запрещено запрещено жениться на нееврейках запрещено увидеть вот так вот женщину и сразу на ней жениться да что значит он увидел ее и захотел жениться ты ее не знаешь она вообще и дала поклониться плениться кто это вообще но здесь нам Тора дает очень большой урок психологии Всевышний не накладывает на человека те ограничения которые он не может выполнить и когда Всевышний зная что во время войны когда человек во время войны он только что воевал там был на краю смерти у него адреналин ему скажи тебе нельзя это сделать он все равно сделает его невозможно в этот момент остановить и Всевышний говорит хорошо я разрешаю на ней жениться пожалуйста но и дальше идет несколько правил по которым это производится значит приведи приведи ее в свой дом выделка во время то женщины одевали самые красивые платья, чтобы их не убили, а их забрали в плен лучше. То есть они понимали, что у них два варианта, или их убьют, или их заберут в плен. Они одевали красивые платья, думали, что лучше пусть в плен заберут. Значит, ты ее возьмешь, пусть она снимет это красивое платье, и пусть она сидит в твоем доме и плачет, оплачивает папу и маму, значит, месяц 30 дней. И после этого ты можешь к ней зайти и взять ее в жену, значит, 30 дней, остыни. То есть Всевышний говорит так, смотри, я тебе разрешаю, ты можешь это сделать. Понятное дело, что ты в этот момент полностью, но просто подумай о том, что будет дальше. Значит, 30 дней он ее так в доме, она у него находится, и после этого говорится, что если ты ее после этого не захочешь, просто ее отпусти на свободу, ты не можешь ее сделать рабыней, не можешь ее продавать, потом ничего. То есть ты хотел на ней жениться, хорошо, все, отпусти ее. Теперь, дальше идет следующий отрывок, который вроде бы не связан, но он полностью вытекает из предыдущего. Если будет у мужа две жены, одна любимая, одна нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимая и нелюбимая, и первый сын будет от нелюбимой, то он все равно твой сын, ты должен ему дать двойную долю наследства, первенцу и так далее. То есть подумай о том, какие будут дети. Теперь, третий отрывок, который идет после этого, рассказывает, что если будет у человека сын, который распутный, беспутный и строптивый, не слушается отца, не слушается маму, пьяница он и алкоголик, и обжора, и так далее, то тогда папа и мама пусть его предупредят, отведут к старейшинам, скажут старейшины, если он действительно ворует, если он алкоголик, обжора и пьяница, то тогда за это смертная казнь. Такой вот третий отрывок. Значит, здесь из этого, вот мы на примере этих трех отрывков видим, как в письменной торе все написано очень коротко, но насколько глубоко она охватывает все сферы жизни человека. Первое говорится так, что будут войны, всегда будут войны. То есть Бог так сделал человечество, что войны, начиная с первых сыновей Адам Решона, было у него Каин и Эвель, и они поспорили. Суть спора была зависть, женщины и так далее. В общем, они поспорили, сыновья уже первого человека, и Каин убил Эвеля. Это на протяжении всей истории мира, зависть, личностные какие-то конфликты. Я вам скажу, что большинство войн происходит из-за личностных конфликтов. То есть нет такого, что народ хочет воевать. Народ хочет воевать, потому что у каждого народа есть правители, которые управляют народом. И не, например, греки пошли воевать. Александр Матидонский, которому было 22 года, у которого были какие-то детские травмы, он был сумасшедший. Он поднял армию и повел их воевать. Не там немцы решили вдруг захватить весь мир. Был Гитлер, чтобы стерлось его имя, и он был инициатором Второй мировой войны, который он это сделал. Ну и так далее. То есть народы, сказать, что народы хотят воевать, нет. Чингисхан поднялся, взял племена, несколько племен монголов, захватил весь мир. До Чингисхана этого никто никогда не делал. После Чингисхана никто не делал никогда. То есть татары спокойно себе живут в Казани, никого не трогают. Но если поднимется новый какой-то вот такой вот Чингисхан, то мирные татары пойдут, значит, и захватят опять какие-то города и так далее. Теперь, значит, отсюда мы видим, что когда пойдешь на войну, войны будут всегда. Это раз. Второе. Всегда будет вот эта вот ситуация, когда мужчина увидел женщину красивую Тааром, красивую Станом, и все, у него снесло голову. Дальше есть последствия. Если ты женишься только по внешнему виду. Кстати, интересно, что царь Давид, есть такое как предание, что он с каждой войны приводил себе жену-пленницу. Он очень много воевал. И какие были последствия? Он приводил жену-пленницу, он выполнял все эти заповеди. То есть он считал, что раз в Торе написано, значит, так конкретно надо делать. Это не то, что если ты увидишь. Он считал так. Надо так делать. Написано, так будем делать. Какие у него сыновья потом рождались? Абшалом хотел убить его. Конкретно его родной сын, царя Давида, поднял против него восстание и хотел его убить. Вот результат. Потому что мама этого Абшалома была дочка Агашурского царя. Он ее взял пленницей и она так воспитала, что старший сын ее изнасиловал дочку от другого брата, брака царя Давида. И его старшего сына убил брат этой девушки от другого брака. Тоже от пленницы такой же. И, значит, Абшалом это был младший сын от этой гашурской женщины, царицы. И, значит, он хотел убить царя Давида. И во время войны, значит, его убили, военачальник царя Давида его убил, этого сына Абшалома. Теперь третье. Значит, если ты женишься по взгляду на какой-то пленнице непонятной, то тогда помнишь, что потом она может стать нелюбимой женой. Дальше. Потом ты должен думать, какие будут дети. И будет у тебя сын Сорервамаре, который восставший для тебя, строптивый и так далее. И он даже может потом принести отцу столько горя. Ну, что удивительно, какие бывают иногда дети. И поэтому нужно очень четко выбирать себе жену. Да. Вот спрашивает Тамара Лобачева, а если жена праведная, а муж грешник? Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, что женщина праведная, а муж грешник. Бывает такое? Да, бывает. Но дети тогда все равно лучше. Дети тогда, вот мне жена подсказывает, дети тогда хорошие, лучше. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Есть самый яркий пример, который мне сейчас всплывает в голову. Была царь Ахашвирош женился на Эстер, царице Эстер. И она была праведница, муж Ахашвирош не был праведником. Он ее взял силой. И сын, который у них потом родился, стал персидским царем. И все равно он разрешил построить второй храм. То есть мы видим, что дети в основном идут за мамой. Поэтому, если женщина праведница, а муж нет, то исправлять мужа... Надо молиться за мужа, потому что мужа исправлять тяжело, но можно. То есть можно молиться и... Как-то это отдельный вопрос у нас. Как исправить мужа? Это не ко мне, я не знаю. Как мужа исправлять, я не знаю. Пока муж... Мое правило в жизни такое, что кого-то исправлять очень тяжело. Потому что даже себя исправить тяжело. Если ты хочешь исправиться, ты хочешь измениться, ты хочешь прям мечтаешь, там, что-то в себе изменить, и то это дико тяжело. Потому что, ну, каждый из нас имеет большой опыт, там, даже просто диета. То есть просто это есть и это не есть, уже для человека тяжело. А вот он говорит, все, я хочу заниматься спортом, буду делать зарядку. И это для человека тяжело. А выучить язык каждый день, просто заниматься по 10 минут, там, по 15, по 20 каким-то языком, и это тяжело. То есть и ты хочешь это делать, и ты не можешь. Если он игроман, например, да, то есть если он сам хочет исправиться, игроман, то это тяжело. А если он не хочет исправиться, а ты хочешь его исправить, а он говорит, а мне нормально, я хочу выиграть, я игрок, мне нравится. Как ты его исправишь? Только молиться, что он захочет, осознает, поймет, и потом сможет это сделать. Все, дорогие друзья, значит, всем удачи, успехов. Шавуа то в хорошей неделе. Чтобы мы преуспели в самом главном деле, в исправлении себя, в улучшении себя. И если мы себя исправим, то мы примем, что Всевышний, он каждому дает испытания. И все равно Всевышний каждому дает те испытания, которые для человека хороши. Все, всем удачи, успехов. И чтобы Всевышний слышал наши молитвы. Все, пока.